Здравствуйте, друзья! Сейчас проверю, идёт ли запись. Ага, запись идёт. Сегодня у нас одна из важнейших, тяжелейших тем. Мы к ней возвращались не раз, но сдвигов никаких нет. Вот, не было все 20 лет, что я воюю с этим, как их назвать, это такие особые люди, вот, вершители судьбы, садов, муравьев, вот, и деревьев. И они привели к уничтожению в России садоводства дачного, в принципе. Всех наших людей я железу уделю садоводам, дачникам. Внутри категории. Огромная категория, это процентов 93, 5, а может быть и 9. Это люди абсолютно доверчивые. Им внушили ещё со школы. Почему-то кто-то когда-то, чем мне не нравится школьная программа, в ней нет места думать, зубрить, причём каждое утверждение, а их там тысячи, 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 если брать за все 10-11 лет. Вот. Всё это считается истинным последним инстанцией. Вот если сказано так, всё, и по-другому быть не может. И вот это и привело к тому, что люди, которые не видели дальше собственного носа, стали авторами учебников, и авторами популярных фильмов, популярных статей в газетах и журналах. Вот. И распространили своё влияние на весь садовый мир. И вот эти 99% людей абсолютно доверчивы, потому что они знают сказанное, то есть так оно и есть. Вот. Можно целый раздел о муравьях прочитать в школе учебники. И после этого ничего в голове не остаётся, потому что какие-то знания, они абсолютно бесполезны для дачи, которые в саду работают. А которые полезны, их там нет. И вот этим воспользовались вот эти люди какие-то странные. Я уже это чуть ли не обзывался, а потом решил, ладно, пусть назовём их странными. Вот. Сейчас вы поймёте, почему они странные. Где-то когда-то я железу уже 20-30 лет назад, а потом я стал это пропагандировать, причём поначалу всё получалось. А потом, когда пришёл интернет, меня задавили. Вот кто задавил. Пока были статьи, я ещё какой-то вес имел. Но перебить эту тенденцию я не смог. Итак, я установил прямую связь между обрезками деревьев, любыми обрезками, а уж тем более страшными обрезками, пропагандируемых в миллионах просмотров. Внимание! Внимание! 2 миллиона 159 тысяч 725. А это ещё прошло время ещё больше. Вот. Я установил связь между вот этими страшными обрезками, значит, болезнями деревьев. Поливкины считают, что оно здоровое, сейчас всё зарастёт, заживёт. Автор вот этого. Странная женщина. Вот. А на самом деле, это страшно больное дерево. Когда дерево вступает в пору болезни, я говорю, то, что должно пропагандироваться, именно даже не просто изучаться в школе, как альтернатива. Потому что, ах, муравьи, ах, они сволочи, ах, они уничтожают. И главными виновниками, главных защитников деревьев прозвали главными виновниками. Так, и тогда, и тогда дерево слабеет настолько, что теряет иммунитет. И именно дерево, потерявшее иммунитет, становится жертвой для всех видов листогрызущих и листососущих насекомых. В том числе и самых жутких тлей. Больное дерево. То есть, и тогда начинается следующее. Становится три намного, очень много. Муравьиное, собственно, не может с этим смириться. Для них тля считается первое. Что-то вроде коров для нас. Они используют так называемый пать в качестве, ну, как бы сказать-то. Еды проще сказать, а еще лучше сказать, в качестве чуть ли не наркотика. Глюкоза и так далее. То есть, то, что мы едим, пирожные, это для них эти самые конфеты, шоколад, это то же самое для них. И их нельзя за это укорять. Вот. А на самом деле, они их потом, кстати, еще съедают, потому что вкуснее ничего не придумать. Для них же. И тогда, параллельно распространялись, интернет развивался, и распространились тысячекратно, учитывая, что многие начали на этом зарабатывать, количество просмотров, монетизация интернета, и они распространили эту доль до 99%. Это одна категория, вторая категория, это небольшая совершенно, но если их сотни тысяч, это до страны, вот видите, 2 миллиона просмотров, до страны это очень много. И люди побежали в магазин за моровьядами и прочими ядами для того, чтобы уничтожать моровьё, как лаз. Вот, это страшная вещь, это страшная ошибка, всё наоборот. Вот, оставите деревья беззащитными. И вот сейчас что-то сделалось вместо, ну, а третья категория, это я, Железов, некто меня поддерживает, но как-то молча, и только вот в последнее время чуть-чуть что-то, вот, перед вами самый страшный человек в садовом царстве, губитель его, вот, смотрите, однажды я, и прошло уже сколько лет, сколько, ага, 11 лет, да, когда я сделал эту статью, её напечатал главный редактор журнала, прекрасного журнала «Вестник садовода Реврик», а-а, да уже так, и здесь есть такая фраза. Заметьте, прошло 11 лет, я сейчас всё, всё, всё выложу, что на душе у меня, иначе мне не порвать. Итак, недавно телеканал «Культура» показал фильм о муравьях, где прозвучала цифра, что обитатели одного муравейника съедают сотни тысяч насекомых за сезон. Вряд ли многие смотрели этот фильм, вот, зато Октябрина Ганечкина, заправляющая садом-огородом на РТР, а это миллионы просмотров, ненавидит муравейок, то, что я видел, вызывает даже не протест, а омерзение, делаю крупнее. Прямо в съёмочном павильоне она полила уксусом муравейник, а чтобы уцелевшие муравьи сошли с ума, её слова, ещё и растительным маслом. Затем скинула руки и восторжно воскликнула «Всё! Муравейник уничтожил!» Причём все её действия сопровождались дружными аплодисментами массовки. Вот. Ну, а дальше целиком я сейчас читать не буду, да мы уже с вами разважно возвращались к этой теме, правда, бесполезно. Меня мало кто слышал. Вот. Ещё некоторое. Вот последнее. Смотрите, это недавно, совсем полгода назад, значит, реакция, я говорю, у нас мало единицы, муравьи, у вас их больше не будет, супер эффективное средство. Вот. Вот. Ютуб. Теперь, один из моих сторонников, редчайших, пишет, комментарий удалил, надо бы и этого деятеля размазать на вебинаре. А мы, друзья, у меня в понедельник будет 243-й вебинар, но я решил это всё выделить в отдельный фильм. У меня для этого есть все основания. Вот. Я уже на вебинарах дважды, трижды рассказывал подробно, вот, только другие фотографии использовал. Так. Жуткие фотографии. Вот. Но решил сделать отдельный фильм. Вот. Может, напишу открытое письмо Академии наук и так далее. Вот его ролик на его канале Денболиса с муравьями. Это пишет мой сторонник. Ну, мы не будем все туда заходить. Я просто говорю, редчайший случай кто-то, это, перешёл на мою сторону. Вот. Дальше. Когда в очередной раз я сделал фильм, одна из комментариев была такая. Некая слава или некой славы. Опять про муравьё. Ну, это так, ворчливо. Откройте YouTube, YouTube, наверное, и посмотрите ролики о муравьях садовых. Они, конечно, от мяса не откажутся. Но основная пища, углеводы, сахара, выделяем телями, щитовками и прочим прикормлением на плодовых деревьях. Вот. И что из этого следует? Что этот человек слышал звон. Да, кто бы сподил, кто же ткань садов сахаром. Ну, извините. На одном сахаре плотоядные насекомые, фактически хищники. Вот. И питаются тем же, чем питаются птицы, чем питаются рыбы, чем питаются звери. Вот. То есть, назовем это и углеводами, и, наверное, и жирами, и белками. И вот это главное. А человек просто ворчит. Опять про муравьев. Посмотрите ролики о муравьях садовых. Так вот, ребята. Муравьи садовые, их увидевшие, это я ему говорю, что он просто ворчливый, а сам уникать не стал этот человек. А почему так получилось? Ну, потому что мы видим в саду, как правило, вот, я такие видел, не то чтобы часто, но в самом саду не видел, а в чужих видел. А отрежут половину скелетных веток за подлесос с этими, считая их лишним, за подлесос со штампом, то есть вот с такими радуями, как я только сейчас показывал, да. вот, и тогда вот они бесконечно, откуда только берутся, они такой, все, они со всего сада сбежались на халяву. Вот это есть. И человек считает, что это есть главная пища. Нет, ребята. Главное – это поедание главных врагов. И мне кажется, что и когда их Бог создавал, может быть, это океанная инженерия. Потому что, вот сейчас самое главное от меня, вы знаете, муравьи по своим, если брать в село муравейник, как разумное сообщество, они ни в чём нам не уступают. И я приводил примеры их настолько разумной деятельности, что мы не догадываемся даже об этом, как можно, особенно учитывая, что у них очень тяжёлая жизнь. Вот. Понимаете? Они – это древняя разумная раса. И с этого надо подходить. Вот. А не так, как это самое. Вы знаете, это октябрино. Ну, 11 лет назад я не выдержал, когда вот взял вот это вот, уже первое её фамилию назвал, Октябрина Ганечкина. Но уже после этого, несколько лет назад, они со своей этой командой, якобы феи, на самом деле, тут совсем другое слово должно быть. Вот. Они зашли в лес втроём, они нашли огромное дерево, которое было уже вот такое, ну, это где-то 50-70 лет, под ним большой-большой муравейник, и начали со злобой, издеваться, изморастом посыпать и поливать его ядами. С ума сошли. И ведь, заметьте, после этой передачи, ни один эколог в ней не дрогнул, ни это, никто не заступился. Это лесные были. Потому что в саду такой муравейник было трудно найти, и невозможно. А в лесу нашли. Никто не заступился за муравейник, никто не сказал, с ума сошли. Не было повестки в суд, чтобы привлечь. Попробовали бы в Швейцарии, как этот рассказывал Кольцер, вот, попробовали бы они в Швейцарии это сделать бы. Их бы разделить догола, им бы таких штрафов бы выписали, что они бы пришлось идти на паперс с этим, с протянутой рукой, понимаете? А недавно опять, опять интервью с Ганечкиной, уже год сегодня прошёл, я показывал, этот фильм есть в этом самом, на передаче «Усадьба», на канале «Усадьба». Опять с улыбочкой, опять дедоварь нестяжает муравьёв. Не знает, ничего не понимает. И вот сейчас я хочу немножко приоткрыть эту тайну. Итак, человек, который слышал звон, видите, раз, один из умнейших людей, немытого Алексей Юрьевич, мой сторонник, мой друг, написал следующее, но я же не могу всё знать. Здравствуйте, Олег Костин, сегодня в телепередаче «Сискоридзе» по первому каналу было первоизвучно вот что, ни в коем случае нельзя уничтожать муравьёв, они приносят много пользы, и то, что они разносят плю, неправда. Вот. Я посмотрел, эта передача, её легко открыть, она вот, вот я сейчас нажал, нажал, посмотрите. Ну, здесь, конечно, не обошлось без рекламы. Вот. И вот здесь вот. А нас сильно заставают плюхать по-руху. А вы на, сейчас принесли вам дает? Вот сейчас это передача отдачных ходилок. И вот здесь люди, которые, не то, чтобы суперспециалисты, и вдруг столкнулось с нескольким мнением. Вот эти. Вот в этой. Пожалуйста, вы её потом кому надо, вы сами найдите. Вот. Столкнулось несколько мнений. Я вам сейчас, чтобы не это вы можете увидеть без меня. Вот. Я вам только сам смысл сейчас скажу и расскажу. Дело, друзья, вот в чём. Вот. Дело, друзья, в следующем. Итак, там прозвучало следующее, что зря воюем с муравьями. Вот. И всё-таки убивать не надо. Кто-то считает, что они тлюни разносят. Кто-то считает, разносят. Но зачем тогда, вместо того, чтобы сказать свободу муравьям, здоровье муравьям, счастье муравьям, пусть они занимаются деревьями. Это их работа. Это их изначально. Нет. Вдруг так меня Алексей Юрьевич разочаровало, то, что потом они начали. Тоже слышали звон. А давайте синтепоном обмотаем, чтобы муравей не мог попасть. А давайте клейкой лентой замотаем, и муравьям с дорогой перекрыто. Почему перекрыто? Ведь они железу туда работать. Это их работа. Мне вот и так обидно стало, что я думаю, неужели всё? Посмотрите, что написал Немытов. Валерий Константинович ваше дело живёт и побеждает. Не побеждает, пока получается дашь на дашь. То есть одни считают так, другие этак. А кто знает правду? Ведь всё равно научили людей не пускать муравьёв. Пусть уже не убивать, но и не пускать. Вот. То есть всё-таки это ещё не победа. Дорогой Малисий Юрьевич, это ещё не победа. Доброго дня. Поделились хорошей статьей про муравьёв. Прямо понравилось подтверждение слова Валерия Константиновича. В статье указаны апторы Маглогин на чьих исследованиях. Статья основана Мария, главный защитник И вот здесь что хотел сказать. Вот. Если мы сейчас сюда посмотрим, мы о них узнаем что? То, что я утверждал в 20 лет. Я пытался своими глазами вот этим вот как же так? Где они носят этих тлюх? Где, когда? Я смотрю здесь подтверждение этого фильма. Что я вижу? приходит пара вылетом может то ли 6 или 8 я точно не помню. Но то, что я вижу несколько вылетов муравьёв и она с крыльями. Ни одного муравья поблизости нет, когда она садится на нижнюю часть нежного, ещё нежного листочка молоденького. Одно из верхних с нижней части. И начинает откладывать эти яйца или как их там назвать? Личинки. Это я вижу каких чёртов муравьев? Наверное, где-то в этих самых лесах, в этих самых тропических джунглях диких есть громадные муравейники. Якобы есть муравейники со 100 миллионов муравьёв. Там есть фабрики, заводы, родильные отделения, там защита, там это, там солдаты, там строители, там все, всё. Это, причём все работают как один. Это разумное сообщество. Разумное. Вот. А, нет, конечно, когда проходит этот самый асфальтовый классик, всё это исчезает бесследно. Они нам не равняют по этому, по дурости. Вот. Никто же не станет супермравейник объезжает. Ну, вспомните, у нас в стране новых дарт-трасс всё время появляются тысячи за тысячи. Сырена там 10 метров, может 15. Здесь авто, эти самые, как они, трассы, они ещё шире. Вот. Кто-нибудь объехал хоть один муравейник? Ещё смеётесь? Спросить-то можно? Нет, не объехал. Значит, но именно супермравейникам могут и правда тлюр также культивируют. Не знаю, но наши российские муравейники, они простые, они скромные, там всё, что надо, у них есть для жизни, но уж с супермравейниками они сражаться не могут. Вот. они попроще. И вот здесь получается, что ах, они тлюр разносят потерять, уничтожим их. Вот. Ганечкина, если бы ты знала, какой ты вред принесла, ведь уже не переучишь, я не могу, я вот это вот уничтожить, ведь благодаря тебе уничтожает их миллионами муравейниками, не муравьём, муравейником. Они считают, они искалечили деревья, как вот их научили, да, вот. Сейчас покажу. Они считают, после вот этой дури, они считают, что действительно враги. Он и сколько, а ты сколько, а муравьём сколько. Вот как получилось, что это у современной школы, не знаю, так. Я сейчас буду писать, наверное, напишу в заголовке открытое письмо министру и прочее, прочее. Уже Путин и обращался по подобным вопросам, но бесполезно. Помните зоны эти самые, зоны, 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 эти геопатогенные зоны, которые убивают людей с не совсем нормальными мозгами, а таких на дорогах много, а медицина их не отбраковывает, выдавая водительские права, и они гибнут ищами и уносят жизни, вот как некоторые там, было в машине пять человек, у себя детей, пять трупов, даже на это не среагировали, вообще ни на что, но я все равно, мой долг, гражданин России, заступиться за муравьем, вот, где, когда, ведь ей же уже в церковь пора, она же гигантский вред приносит муравьем, что их, они медики, что их, жалко что ли, их убивают, благодаря тебе, Ганечкина, миллиардами, потому что, кажем муравейник, их тысячи, десятки, сотни тысяч, ты своими руками взяла, муравейник уничтожила, дважды, дважды, а советово надавала, тысячам, 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 на федеральном канале светится, вот, что-то надо с тобой делать, а как бы, друг до тебя дойдет, ну тогда надо, чтобы кто-то тебе приказал, допустим, министр науки и высшего образования, вот если он выступит с трибуны, скажет, совершена дикая, страшная ошибка, на муравьевство возложили, на празднику, они гибнут, и вместе с ними гибнут сады, это факт, гибнут, помирают муравьев, помирают сады, вот, и тогда тебе придется или хотя бы замолчать, где-то там, сходить в церковь, отмолить этот грех, я всегда говорю о том, что, ой, я ошиблась, давайте сейчас, сейчас, сейчас я вот быстренько научу, как защитить муравьев, вот, 11 лет прошло, ну и что, когда в этом году она выступала, это, на телеканале усадьба, и опять призывала, я там, уничтожать муравьев, вот, представляете, это что, нет, мой друг, Алексей Юрьевич, не погибает, не живет, погибает сейчас, миллионы, когда они перестанут погибать муравьев, и сады, оздоровятся, вот тогда все будет хорошо, вот, а вот это вот, к сожалению, я просто боюсь, те самые, 99, муравьев для развенчивого мифа, 57 год, и после этого, эти, забили вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, книга известного ученого-этомолога, доктора биологических наук, ну почему с тех пор, и до сих пор, как будто все с ума сошли, вот здесь и 75 лет, незадолго до смерти, кто возродит это все, основоположник, отечественный, отечественный мир, мифологии, профессор Буцкий, заявил дословно, я никогда не видел, чтобы у мариеви, мандипы лактащили, расселять живую тлю, если сфотографируете, остаюсь интересом, я с фотоаппаратом, хожу столько лет, затем попользусь колонией, пока кончик ветки нежный, а потом всех вычистить, я вижу постоянно, и вот они, мифы, 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 муравей неполовинного распространения, три, миф второй, муравей строят укрытие для тли, чушь, не строит никаких укрытий, это уже не я, вы понимаете, я металлург, меня мордой, мордой, металлург, 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 вот, подумаешь, этот металлург, я ордена носит, я этот самый, и лучший изобретатель города Нарийска, значит, уже не дурак не может быть дурак лучше изобретатель города на риска ну а этого как можно было сейчас я возьму вот сюда его для будущего этого вот они кстати эти самые перекопирую понедельник еще поговорим об этом еще поговорим боже мой как мы с вами это еще вот это перенести туда копировать не все рассказать ну убедила хоть кого-нибудь а я готов стать на колени пересей новый ну пожалуйста но обратите внимание что пока вы там мудро проводите свои заседания в это время параллельно сложилась антинаука одинок а страшная она возглавляется непростыми людьми она вот это лата это просто чек абсолютно ни на что не негодно не понять не понимающий ничего ее дело рекламировать я чтобы его купили в равям на даче не место но это тебе не место на даче но дело то в том что каким образом так случилось что вся наука оказалась стороне и ее представители вот такие вот берут и возглавляет это движение против это лата против муравьев против сада вот что страшно ну все я выгорелся больше не могу извините друзья лавочка закрывается вот я как-то шефер заза останавливают дозволенной речи до свидания